МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНЫЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Прошло очередное заседание Совета депутатов Ленинского округа. Предлагаю принять решение внесения изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области. Подходит к завершению реконструкция ВИДНЫЕ ТОННЕЛЯ. Осталось защитное покрытие. Покраска и частичная штукатурка. На Каширском шоссе у памятника Владимиру Ленину прошел субботник. Очень приятно делать какие-то добрые дела, особенно на благо Ленинского городского округа. В здании администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. На повестке 46-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа значилось несколько важных для муниципалитета вопросов. Первым было рассмотрено внесение изменений в решение о бюджете на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Предлагается в 2022 году план по доходам уменьшить на сумму 674 миллиона 836,66 тысяч рублей. По расходам на 19 миллионов 827,49 тысяч рублей. На погашение дефицита бюджета предлагается отправить остатки средств, сформировавшихся на начало финансового года. Проект решения прошел экспертизу контрольно-счетной палаты. При изменении объема субсидий на муниципальные задания вносить соответствующие изменения в муниципальные задания подведомственных учреждений в части увеличения объемов работ либо услуг, либо вносить изменения в нормативные документы, об утверждении нормативных затрат на их выполнение и содержание имущества. Я также напоминаю, что у нас комиссия прошла по бюджету. Все вопросы были рассмотрены, в том числе и этот. Результаты в виде контрольно-счетного заключения контрольно-счетного органа были до вас доведены. Соответственно, я предлагаю принять решение о внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области. Депутаты поддержали данное решение. Затем народные избранники рассмотрели внесение изменений в положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности. Срок проведения общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам предусматривающим внесение изменений в указанные документы. С момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений не может превышать один месяц. Решение было принято единогласно. В муниципалитете ведется активное строительство жилья. Как назвать новые улицы, раньше в основном решали застройщики. Теперь предлагается создать специальную комиссию, которая будет заниматься этим вопросом. Данная комиссия, которая будет создана, она будет рассматривать именно обращение от жителей или коллективное обращение о названии этих элементов в честь выдающихся именно людей. Депутаты единогласно проголосовали «за». Подвел итоги заседания глава округа Алексей Спаский. Кроме того, он заявил, что в рамках борьбы с парковкой большегрузного транспорта на территории жилых микрорайонов с 1 мая на дорогах будет работать система «Паркон». Каждый депутат, у кого есть к этому интерес, должен понимать, где будет это происходить на территории. Сергей Анатольевич, мы разговаривали с вашим начальником управления. Нужно обязательно сопроводить эту информацию теми альтернативными парковочными местами, пусть даже на возмездной основе, куда этот транспорт должен технично, органично пересечь. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видном состоялось заседание секретариата Союза писателей России. Место проведения встречи было выбрано не случайно. Ленинский городской округ выдвинут на присвоение ему звания «Литературный город России». Подробности в репортаже Юлия Погосян. Видновская земля славится поэтами и писателями. Талантливые литераторы работают в тесной связке с краеведами Ленинского городского округа. Выпускаются сборники стихотворений, исторические книги, проводятся тематические семинары и конкурсы. Чего стоит одна премия имени нашего земляка Евгения Зубова. Не зря видная считается литературной столицей Подмосковья. В большую литературу можно прийти, только если пишешь о том, что знаешь, что видишь каждый день перед собой. Если будешь фантазировать, то получится фэнтези никому не интересная. Живые люди и живая местность – это там, где живешь. Естественно, это воплощается и в реальных ваших делах. Большой честью для Ленинского округа стало решение правления Федерального союза писателей провести очередное заседание в городе Видное. Связано это с тем, что муниципалитет вышел на соискание почетного звания «Литературный город России». Участников встречи поприветствовал первый заместитель главы Альберт Гравин. Мы со своей стороны, администрация, руководители культуры, молодежной политики, всегда поддерживаем любые начинания, которые идут со стороны вашего профессионального сообщества. Глава нашего городского округа Алексей Петрович Паски передавал вам огромный привет и попросил от его лица тоже сказать теплые слова в адрес участников и благодарен за то, что наша территория была вашим секретариатом выбрана в качестве подплощадки для проведения выездного вам заседания. В литературе нет провинций. У нас поэт, писатель может родиться именно, как говорил Григо, это поэты рождаются в провинции, они просто умирать уезжают в Париж, да? А то так и здесь мы очень внимательно относимся к работе литературных объединений, где именно рождаются настоящие литературы. И мы надеемся на то, что мы вот этим своим приездом мы обогатимся и в то же время дадим толчок для работы писателям местным. Также в рамках выездного заседания правление Союза писателей рассмотрело ряд других важных вопросов федерального уровня. По завершению встречи для гостей округа была организована экскурсия. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Льгосадовская. Видно этого. Подходит к завершению реконструкция Видновского тоннеля. Несколько месяцев можно было наблюдать за работами, в ходе которых путепровод преображался, приобретая новый современный вид. Татьяна Брылова побывала на объекте. Многие жители города помнят времена, когда вместо тоннеля был переезд и насколько возведенное в 1995 году метростроевцами сооружение улучшило движение транспорта между Видном и Расторгуево. Все 25 с лишним лет масштабной реконструкции не проводилось. Правда, в 2013-м тоннель ремонтировали, после чего он служил автомобилистом и пешеходом еще почти десятилетия. И вот настало время большой реконструкции. Весь минувший год разрабатывался проект модернизации тоннеля. Провели подготовительное мероприятие. В феврале 2022-го приступили к фактической работе. Это, на самом деле, я думаю, один из показательных проектов, и не побоюсь даже если и по Московской области, полностью финансированный за счет средств муниципалитета нашего Ленинского городского округа. Облицованный гранитом тоннель имеет теперь достойный вид. К слову, гранит наш отечественный из карельских карьеров. Выбирала администрация. Хорош он тем, что он имеет высокую плотность. Молотком не разобьете. Плитка крепится к основанию с помощью специальных перонов, изготовленных из латуни. Всеволод Батищев говорит, работы проводятся качественно и имеют гарантию 5 лет. Осталось защитное покрытие, покраска и частичная штукатурка. Плюс наведение порядка и озеленение. Старые лампы заменят на новые, светодиодные. Они по размеру меньше, но светить обещают лучше. На фасадах тоннеля будет размещена подсветка. Это не только украсит сооружение, но и в вечернее время сделает его более заметным. Подсветка здесь закреплена. Она контурная, она сделана по аркам в центральной части, а также в верхних частях подчеркивающие линии основные, выполненные в этом концепте. И кроме этого точечная подсветка для того, чтобы осветить мышекюли, которыми здесь можно видеть вот эти вот башенки. Место знаковое для нашего города, говорит местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов, который ежедневно по нескольку раз проезжает через тоннель. Такое место центральное, оно достойно, чтобы у него был красивый презентабельный вид, вот и вложенные большие средства. Люди, в свою очередь, радуются, вот в чате в нашем. Есть, конечно, вопросы, как бы вот проезжающие, заезжающие сюда фуры не повредили, вот это беспокоит жителей тоже. Уже повредили. Скол гранита, конечно, реставрируют, но все же нужно искать более действенные меры, чтобы не допускать попыток проезда большегрузов через тоннель. Сохранить в таком виде обновленный фасад необходимо. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Предприятие Москокс посетили участники международной конференции «Коксохимическая промышленность. Состояние перспективы». Своим мнением об увиденном специалисты поделились с нашей съемочной группой. Будем модернизировать ВХУ, ставить новое оборудование. Программа у нас экологическая, большая, чтобы очистить воду максимально, насколько это возможно. Директор по производству «АОМОСКОКС» Дмитрий Духанов провел немалые экскурсии по заводу, но сегодня публика особая. Металлурги – специалисты в области обработки сплавов, представители ученого сообщества. Такую публику на Микине не проведешь, особенно когда дело касается защиты природы. Это передовой завод в области экологии. Вот вся эта делегация, кто приехали, основная цель – именно посмотреть, поделиться опытом, чтобы на других коксохимопредприятиях этот опыт в области экологии переняли. Все приехавшие на МОСКОКС – участники 4-й международной конференции, которая носит название «Коксохимическая промышленность. Состояние и перспективы». Именно в ее рамках проводятся нынешние экскурсии, и упор здесь сделан на экологии. Окинув опытным взглядом завод, специалисты остались довольны. Трубы не дымят, печи стоят хорошо. То есть вообще видно, что за экологией следят, хотя завод не молодой, совсем не молодой. Но сравнивая даже с другими заводами, тут очень хорошо в этом плане. В вопросах экологии предприятия уже на протяжении нескольких лет проводят политику максимальной открытости. По сути, любой желающий может записаться на экскурсию и посмотреть, как работает завод и какие технологии здесь применяются. И представители промышленности приезжают к нам, и общественность. Знаете, у нас экологические разные мероприятия были, и жители приезжали, и детские экскурсии мы проводили. То есть это очень распространено, мы всегда открыты и рады гостям. Фотография на память у Стеллы, расположенной напротив проходной, и участники конференции отправляются дальше. Их день насыщен мероприятиями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сегодня у нас в студии президент мотобольной команды «Металлург» Валерий Нефантьев и мастер спорта России международного класса Алексей Семенов. И мы поговорим о планах на ближайшее будущее. Здравствуйте. Добрый день. 26 апреля открывается мотобольный сезон. Какие игры мы увидим в ближайшее время и с кем? Первые весенние игры всегда были на юге, на юге Краснодарском крае. В этом году так календарь сложился, что с 1 по 7 апреля в Коврове будет Кубок России разыгрываться. И поэтому все команды, чтобы два раза не ездить, краснодарская команда заезжает к нам. 26-го мы играем с командой, которая в этом году дебютирует в высшей лиге. Это команда Кировец из Краснодарского края, станицы Полтавского. А вторая игра уже с умудренным опытом команды. Команда «Агрокомплект», которая в прошлом году была вторым, а вообще она всегда в тройке. То есть серьезная подготовленная команда. И потом после этих двух игр, 30-го, уезжаем уже на розыгрыш Кубка России. Скажите, насколько удалось создать полноценный тренировочный процесс, насколько удалось войти в форму? Учитывая вот эти климатические сюрпризы, которые в этом году у нас случились, мы достаточно поздно начали специальные тренировки на мотоциклах. И поэтому сейчас мы пытаемся наверстать то, что не получилось сделать из-за погоды. То есть тренировок становится больше. На прошлой неделе, допустим, вообще 4 дня подряд на мотоциклах выезжали. Время тренировок увеличивается. То есть здесь немножко в более проигрышной ситуации, чем команды из Краснодарского края и Ставрополья. Они по факту могут уже все время тренироваться. А вот у нас из-за этих эксцессов с погодой сдвинулся еще дальше в этом году подготовка именно на мотоциклах профильная. Но как ощущение все-таки удалось? Скажем так, сможете дать бой достойный? Я в таких случаях всегда говорю, что игра время покажет. Но мы, безусловно, прилагаем все усилия, чтобы начать выступление в чемпионате России, в Кубке России с успехов. И, соответственно, продолжить тоже победными играми, победными поступьями. С каким настроением команда сегодня начинает матобольный сезон, особенно пометуя о том инциденте, который произошел в финале чемпионата прошлого года, когда команда из Ипатова, если не ошибаюсь, ушла с поля? Абсолютно верно. Команда «Колос» из города Ипатова, основной наш соперник, последние 10 лет преподнесла, в общем-то, пренеприятный сюрприз. Они, кстати, наказаны. Они так бы второе место заняли, так они их из тройки решением исполкома Федерации мотоциклах спорта России, их вывели из тройки, они им за 2021 год поставили четвертое место. Конечно, в этом году, естественно, у них будет наверняка максимум желания доказать, что они все-таки достойны быть в первой тройке чемпионата России, поэтому с ними, конечно, будут игры, я думаю, что очень серьезные. И я, наверное, предлагаю вам обратиться к нашим зрителям и пригласить их на соревнования, рассказать, когда они пройдут в нашем городе, в Видном, и чтобы они могли поддержать наших ребят. Да, конечно, в конечном итоге спортсмены играют для вас, дорогие зрители. Кстати, в этом году команде 50 лет и исполняется 50 лет. И зрители наши всегда нас поддерживали, поэтому я бы хотел, чтобы в этом году, особо в юбилейный год команды, чтобы вы пришли, поддержали команду. А команда, я думаю, не подведет. И уж в своем юбилейном году все-таки, как и всегда, будет на золотом пьедестале. Приходите, пожалуйста, 26-го и 27-го две игры в 18 часов. Ну что ж, будем болеть за наших. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с президентом мотобольной команды «Металлург» Валерием Нефантьевым и мастером спорта России международного класса Алексеем Семеновым. К другим новостям. Восемь юных жителей муниципалитета получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Главный документ гражданина России юношам и девушкам вручил глава округа Алексей Спаский. Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Буслаева. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, поздравляя ребят с получением первого паспорта, отметил, что это серьезный и ответственный шаг во взрослую жизнь. И сегодня, как бы это ни звучало, вы станете чуть-чуть взрослее, приобретете чуть-чуть больше прав, ну и уж, извиняюсь, чуть-чуть больше ответственности. У вас впереди и у всех насыщенная, не сомневаюсь, яркая, результативная и пусть будет успешная жизнь. Вот этих вот выборов, задач, вопросов, проблем, решений. Вашей жизни будет еще сотни, может быть и тысячи. Ребята признаются, что вручение документа, удостоверяющего личность, для них не пустая формальность. Это большое и волнительное событие. Я очень рада, что меня поздравили. Мне очень приятно. 14 лет – это серьезная дата. Это много новых обязанностей и прав. Ну, я очень счастлива. Очень волнительный момент. Каждый хочет стать взрослым, поскорее добиться чего-то в жизни. И вручение паспорта – это как-никак первый шаг к этому. Родители юноши и девушек очень рады, что их дети получают паспорт в торжественной обстановке. Теперь этот день они запомнят как настоящий праздник. Я очень рада, что мой сынок так вырос, уже достиг до того возраста, что может получить паспорт. Я горжусь им, потому что он в школе получает хорошие знания и хорошо учится. В спорте тоже достигли какого-то уровня в футболе, занимается футболом. Кристина Жигунова рассказывает, документ открывает для нее много возможностей. Летом девушка планирует устроиться на работу. Я хотела пойти летом уже на подработки волонтерам, чтобы помогать другим людям с какими-нибудь обязанностями, их делами. Торжественное вручение паспортов в здании администрации уже стало доброй традицией. Вместе с основным документом ребята получили подарки и цветы. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На Каширском шоссе у памятника Владимиру Ленину прошел субботник. Масштабная уборка состоялась по случаю дня рождения политического деятеля. В акции приняли участие члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты молодой гвардии и неравнодушные жители округа. Во-первых, мы уже не первый раз убираем этот замечательный памятник. Этот памятник – это гордость нашего района. Самое главное, что мы не должны забывать нашу историю. К сожалению, на данный момент, пока этот памятник не находится на балансе в Ленинском городском округе, но мы прикладываем, как депутаты, все усилия, чтобы мы его приняли. Очень приятно делать какие-то добрые дела, особенно на благо Ленинского городского округа. Несмотря на дождливую погоду, активисты собрали 12 мешков мусора и подготовили территорию вокруг шагающего Ленина к теплому сезону. Напомню, субботники проходят по всей области в рамках месячника благоустройства. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.